очень розовая поэтому мы начнем с розовых то есть так как будто бы и нет у нас других цветиков ты начнешь лежачий кистью холсту именно лежачий лежачий набирать всю картину она ты видишь состоит из множества мазочков поэтому но здесь они полосатые а здесь у тебя будут мазочки более коротенький да накидаешь как будто черно-белые возможности у тебя только розовый и белизна в том числе и архитектурку порисуешь тоже только через розовые хорошо а вот здесь тоже идет здесь же как бы против желтый или подложка там еще и синий там еще и голубой ты начнешь вот так а а дальше будем вписывать цвет а дальше будем вписывать цвет я так как работала раньше другой технике картины пальцем я не очень понимаю сколько можно красить отличное количество да значит темные партии тоже будешь брать розовый и также показывать идею темных пятен пока все через розовый и прямой или все таки и как и как ты поступила и как я вот сейчас делаю и так и так тогда можно можно мять вот так можно вполне пора сянди прямо так второй цвет который у нас активен здесь это зеленый голубой как бы голубой который здесь становится зеленым значит возьмешь что-нибудь такое нибудь возьмешь вот такое в том числе чуть-чуть там в гонишь перемелишь перемелишь розовый чуть-чуть будет соприсутствовать но он будет при придавлен припрятан ты видишь я с запасом набираю так как будто бы потом это берется и подрезается хорошо что касается светлого вот и сейчас видела как я сверху клал нет не до мазал а накладывал берешь белизну желтоту и укладываешь сверху вот эти светлые там подмешается все и голубоватость которая была в кисти и розоватость и она тоже станет в унисон всем пятном то есть она не будет отдельно вырваны вот этот розовый вот этот розовый колорит картины он сразу сопричастен и это очень важно колорист потому что мы не умеем работать с цветом а так мы сразу задали некое колористическое решение вот понятно там голубенький придет зелененький будет голубенький плюс желтенький плюс коричневенький будет такой сложноватый цвет за счет коричневого накидаешь и розовый все равно тоже везде чуть-чуть подостанется то есть каркасный цвет выступил каркасным цветом выступил розовый хорошо девай так у меня не дошло как-то долго я карпелла карпелла все стирать так хорошо рука уже совсем совсем сухая значит теперь берем мастихин берем допустим розовый густо чиркатель но вот я касаюсь с чирком начинаем наращивать наращивать фактуры вкусненько чиркательна вместо того чтобы поставить и провести брикет очень похожая ситуация чирк неглубокое вдавливание вообще не вдавливание вот они начнут складываться вот эти множества можно вращать рукой чтобы не было откровенного вот этого чуть темнее чуть светлее кроны обычно зонтичный характер имеют вот такой вот они кроны чуть темнее чуть светлее насыщаешь здесь раздавить лишнюю краску собрать то есть сначала расштриховать лишнюю краску собрать и вот эти светлотики желтоватые вот таким образом подпустить облака видная такая дымчатость но уже в очищенное от густой краски пространство хорошо вот они будут облака видны всякого рода вот эти места сгустятиной сгустятиной полосявостью то есть фактуры пришли фактуры эти места раздавливаем светлые партии подкладываем вот такой раздавленной густотой раздавленной прикольно потом немножко кистью доиграем коричневый голубой коричневый голубой вот наши тенистые вкусненько сразу эффект множество макательно-чиркатель светлотики немножко вращаем рукой чтобы не было солдатского строя густота краски она волнительно поэтому сразу будет звучать теневые места недолюбливают густую краску поэтому раздавишь раздавишь световые места любят густую краску на вот это ляжет вот такое и будет раздавлена сиятельный эффект колоссальный сиятельный эффект давай так был договор чиркать так есть не ну нет вообще вот этого нет ну-ка покажи ну так так вот это смотри можно можно себе позволить сначала провести в воздухе и только потом чиркнуть ну чтоб все-таки произошло но это проще всего делать а провести в воздухе и потом ну-ка подожди 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 такой ком краски ни за что не захочет укладываться в меру ну ну уже ближе да чуть-чуть значит добиться все-таки звучания чирка и когда добьешься потихонечку набираешь скорость белый хорошо мне получается сложно потом с цветом сама техника и либо это несколько таких местах смотри чиркательном чиркательном смотри чиркательном смотри ну-ка покажи штрих чиркательном так 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 нормалек нормалек отлично отлично с чирком разобрались значит продолжишь и здесь набор вот этот набор вот этот продолжишь набор чуть смуглых розоватостей продолжишь сюда вот они то есть особенно густой особенно выразительно на светах а здесь все несколько мутно это не цель прорисовки цветочков сейчас да 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 вот здесь я вымазала так оставить большим ясно ясно значит возьмешь белиться раздавишь так же как ты раздавливала вытираешь обязательно вытираешь то есть вернешь туда идею неба идешь идея неба сверху на идею неба идею идею деревца смотри в данном случае я уже чиркаю в разных направлениях здесь я вот это направление то есть здесь вот оно плюс стволы готов бель-бель бери вот они вот они макательно чиркательно но чиркательно обязательно чиркательно пошел вот это этот костичек потемнее наберешь его здесь тоже сбреешь небо вложишь давай так все хотелось пальцами снова значит там промежутки между ними между этими там небо торчит надо показать не очень получается как бы войти чтобы только с шапками это не решалось шапка тут шапка тут шапка тут немножко плотно немножко вот вот этого свет на домике недостаточно светил у тебя вот здесь как тень нужно как свет да как свет свет а еще вопрос дом он не важно рисовать там в горизонтале или лучше в вертикале вертикале вес а труд плюс там есть эти карнизи такие же по по содержанию Здесь немножко не хватает полосявости. Согласна, да? Да, конечно. А вот этот цвет может остаться в основном? Да, лучше подгрызнуть его. Да, пусть лучше такой будет. И каркасик черненький, темненький. Там-сям, каркасичек. Там и сям. То есть ты видишь мера светлости, да, которую я положил в освещенные места. То есть мера светлости здесь раздавленные белила. Вот эти вот глянец раздавленных белил. Значит, понакидаешь вот этих вот вещей. Уходи от круглости. Слишком кругло там. Пусть какой-то зигзаг присутствует. Все-таки, чтобы там было место, где пройти можно. Вот эти темные проявления рисунка понаставить. Светлые добавлять теперь сюда, Ирина? В каком смысле светлые? Вот эти вот. А, да, да, конечно. Ну, хотя там село хорошо. Можно чуть-чуть разбить на камни. А, да, да. Так, здесь у нас тоже тенечка. Здесь немножко не догуляла свет. Вот светлее тоже надо будет. Вот это, да? Да. Цвет мы еще не достаточно задействовали. Вернее, еще не задействовали. Раз. Повеселим. С зеленцой. Чуть-чуть моделировательно. Вращаю, видишь, рукой. Качаю рукой. Появятся вот эти нарядности. Появятся вот эти нарядности. Вот они появятся. Прикольно? Появятся желтенькие цветоники. То есть, ты видишь, что я клал по высоте чуть-чуть. Теперь я как бы увенчиваю макушечки. Макушечки увенчиваю цветами. Это, наверное, большой. Но слишком, слишком ровно. Да, ровно. И гриве чуть-чуть надо. Листики, которые вот здесь, вот такими звучками. По наставишь. То есть, вот в этом мы кистью не работаем, да, пока? То есть, мы работаем все. Мы здесь выбрали идею мазка. Мастихина. Поэтому стараемся максимум сделать именно им. Симпатичные листики. Смотри, вот так кончиком. Теп-теп-теп-теп-теп. Вот. Потом к этому теп-теп-теп добавишь стволичек. Прикольно? Угу. Такой ломанный характер, да? А-ля персичек. Угу. А-ля рога. Вот всего-то два ствола получается. Ну, смотри, как они держат рисунок. Да, вертикаль все сдают. Каркас держат, вот прямо. Создают этот каркас. Сюда, если можно, кусочек неба голубого. Ты голубой сюда загнала, а вот сюда? Да. Что касается вот этого пятна, вот так кистью, вот такую выкрутасину нашвыряешь. Ну, чтобы было какое-то другое растение, чем остальные. Плюс коричневый. Чуть-чуть подпустишь. Ну, только дырочки оставляй в промежутках, чтобы оно не было слишком шапкой. Давай так. Смотри, как каркасики эти нарисованности появились. Если еще продолжу нарисованности, так сразу картины вручу. Ну, сейчас... Я не стал тебе предлагать делать. мастихином вот это действие, которое я сейчас делаю. Потому что, скорее всего, оно не получилось бы. Поэтому я предложил сделать это кистью, а сам уже немножко дополненную мастихинку. И отсвечиваю. Это что я вот, кстати, не увидела, что я отсюда. Здесь чуть-чуть темнее. Темнее оно. Здесь попадает в теневое пространство. Смотри, дерево упаковалось в теневое пространство. Вот туда, внутрь. Да. Я его заслонил. Белый напрасно пришел в картину. Напрасно. Нету там белого. То есть, а вот это вот там... не белое, а разбеленное. Вот такое разбеленное. Но не белое. Нам часто не хватает ресурсов белизны. И мы начинаем только белить. А оно все-таки разбел розового. Это достаточно размытая часть. Вот эта вот часть. Да. Что попало туда нашвырять. Что попало? Теневое. Потому что хотелось, да, чтобы тень туда. Потому что слишком уж упирала. Вот такими лоскутками не рисуем. Он и у него не ахти-бухти. Ну а то, что очень эпизодическое пятно. Я тоже не вяжу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Слишком уж лоскутное пятно. А так пусть оно немножко запутается в это пятно. Это не мешки. Это вот такие растения. Встречались ли тебе в жизни вот такие растения? Ну, высоковато что-то для таких растений. В смысле? На крыше. Вообще-то они растут здесь. Просто ты уже посадил их сильно в сторону. Либо дверь надо подвигать. Либо они... Ну да, значит здесь немножко отсечем. Просто поскольку там пятно уже было, я вынужден его дополнить до более внятного. Тень у нас. С этой стороны я сюда свет. Поэтому с теневой стороны я чуть-чуть подтемняю. И тоже несколько заслоняю. Кистью то заканчивай вот эти настроения. Вот эти. Я вот это не сделала. Заборчик? Ну, заборчик и камень с прибоем. Потому что больнице только как решилась. Если что пальчиком до мягкого такого состояния. А вот здесь не нужно будет выводить? Вывести, вывести, да. Так, прибойчик. Бойчик. Да. Ну и снова засовываешь, хорошо? Да, немножко просто обогатить, какие-то цветочки, какие-то массы зелени, причем все по вот такой траектории, да? Понятно, почему по такой траектории? Нет? Ну потому что это клумба, имеющая именно это звучание. И здесь стало технично, смотри какой кусок шикарный. Молочага выросла за один сеанс. Пальцами, пальцами. Чуть-чуть, чтобы они собрались в зонтичное состояние. Кроны, они с зонтиком. Чуть-чуть, смотри, в зонтичное состояние. Да, смотри, хороводы с зонтиком. Хоровод с зонтиком. Может быть я зря это вижу. Мне кажется, какая-то даже синеватость, что ли, здесь. Или нет? Это седина затроганности пальцев. Ну, в принципе, можно синеву подложить. Ты можешь взять на соседней палитре кисточку, взять синеву и чуть-чуть пройтись. Сейчас кисть потеряет силу синего и будет нормалек. Чуть-чуть этот воздух, именно цвет воздуха подсунуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть в тенистых местах. Чуть-чуть. И даже потом, может быть, сбить эту же. Пустую кисть взять и затоптать чуть-чуть. Чтобы и есть, и нет. Хорошо? Сам в себе. Такое мигание. Мне кажется, осталось только вместе вот эти институционные, потому что он уже не пока получается. Между коробкой. Между коробкой. Между коробкой. Кто-то запомните. Перспектива ухода. Как говорится, два движения, но 40 лет я этому учился. Неправда. Я думаю, что многие из вас, даже сегодня, ощутили резкий рост сознания как художника. Во всем случае, некоторые из вас точно сделали прогресс. Я совершенно с соответственностью могу заявить. Тут не обязательно даже ровного, ты боялась ровного. Тут как раз вот мигательно-мерцательное. У нас вообще картина, вся картина не подразумевает очень четкого и очень ровного. Вот такое мигательное состояние. Вот такое мигательное. Мерцательно-мигательное пельмечки. Чуть не хватает мощности вот этому. Мощности. А все остальное вроде как хватает. А вот здесь ничего не выравниваем. То есть это не... Нормально там все. Все? Идем. Молодец. Спасибо. В следующий раз.